История о безграничных человеческих страданиях и безграничном человеческом мужестве здесь, на родине героя и предводителя восстания Александра Печерского, премьера документального фильма «Сабибор. Побег из лагеря смерти». Герой войны, герой военнопленных Сабибора, герой своей семьи, Александр Печерский – ключевая фигура этого побега. В сентябре 43-го он вместе с сотнями пленных попал в концлагерь. Но дух советского солдата не сломить. Собрав таких же смелых людей, уже через три недели он убедил их совершить невозможное. В воздухе распространился запах гари. Что там горит? Не спрашивайте. Там сжигают тела ваших товарищей. У меня потемнело в глазах. Он был человеком, так сказать, с чувством собственного достоинства. И я считаю, что это очень сильно повлияло на сам подвиг, поскольку подобные люди с чувством собственного достоинства, они не будут оставаться подобных нечеловеческих условий и будут их менять под себя. Александр Печерский жил на социалистической. После войны вернулся домой и многое сделал для возвращения любимого города к мирной жизни. А еще активно собирал информацию о товарищах из лагеря. Один, как мозговой центр, говорю, смог собрать совершенно потрясающий виртуальный и физический архив Сабибора. Это совершенно удивительная вещь. За 15 лет после войны Печерскому удалось найти семь участников побега из Сабибора, тех, кто жил в Советском Союзе. А затем еще четыре десятка иностранцев. Каждые пять лет в годовщину они собирались у него, здесь, в Ростове. Один из бывших узников писал ему «Для меня вы навсегда останетесь, мой генерал». Хотя Печерский был всего лишь младшим офицером. Ни жертвы, ни палачи не знают, что уже через три недели в Сабиборе произойдут события, после которых один из самых страшных лагерей смерти Третьего Рейха прекратит свое существование. Здесь сегодня в зале собрались студенческий актив многих вузов города Ростова-на-Дону. Таможенные академии, ДГТУ, ЮФУ. Наши студенты. И очень здорово, что в зале режиссеры неигрового кино. Наши студенты в ГИКО, которые в будущем снимать будут аналогичные фильмы о Великой Отечественной войне. Для них это сегодня большой мастер-класс. Поэтому сегодняшнее событие, можно сказать, по-настоящему очень важное для патриотического воспитания нашей студенческой молодежи. В создании документального фильма «Сабибор. Побег из лагеря смерти» принимали непосредственно участие родственники Александра Печерского. Согласовывали факт и делились архивами семьи. После премьеры на родине героя фильм покажут на телеэкранах 16 октября. Алина Цыганкова, Владимир Савилов, Первый Ростовский.